Апрель 2015 года Санкт-Петербург принимает у себя международную научно-практическую конференцию, выставку «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» под общим названием «Релаф-Экспо-2015». Зародился форум в Чебоксарах, общепризнанной столицей релейной защиты, три года назад. Организаторами выступили правительство Чувашии, сразу несколько крупных компаний, Росгидро, ФСКС, Холдинг, МРСК и некоммерческое партнерство «Содействие. Развитие релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике». За несколько лет форум набрал сил, у него появились постоянные участники, он стал значимым событием для специалистов электротехнической отрасли. И вот теперь форум расширил горизонты и местом проведения «Релаф-Экспо-2015» в Санкт-Петербург выбран не случайно. Здесь находятся непосредственные потребители продукции чувашских компаний, предприятий электротехнической отрасли. А релестроение – один из важных ее сегментов. Вот это наша первая, так сказать, практика выездного, значит, организация выездного форума. Потому что вот в народе, среди специалистов, этот форум, его обозвали Чебоксарским форумом релейщиков. Ну, на этот раз мы решили проводить его в городе Санкт-Петербурге. Почему? Причин очень много. Во-первых, Питер является тем самым центром также, где сосредоточены очень много предприятий электротехнической промышленности. И к тому же в преддверии 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне здесь особое значение как раз придается работе этого форума, поскольку просто героическими усилиями энергетиков Ленинграда смогли быстро, так сказать, восстановить и нашу электротехническую промышленность, и развитие техническую промышленность в Ленинграде, в нынешнем Санкт-Петербурге. Я постоянно чувствую вот эту поддержку правительства Чувашской Республики, главы Чувашской Республики, и надеюсь и на дальнейшую поддержку, потому что проведение РЛА в Экспо – это уже будет, ну, так сказать, традиционное проведение таких форумов. Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения между электротехническим кластером Чувашии, куда входят ведущие отраслевые предприятия региона и Федеральным испытательным центром электротехнического оборудования. Наш центр сертификации стандартизации испытаний войдет в состав независимой ассоциации испытательных центров. В столице Чувашии будут испытывать высоковольтное оборудование. Сегодня создается Федеральный испытательный центр на территории Санкт-Петербурга. Он будет крупнейшим на территории России. Но очень важная, но из ключевой задач этого центра – это объединить все компетенции, существующие в России, по этому направлению, для того, чтобы в дальнейшем обеспечивать и программу импортозамещения, и представление России на международном уровне. А мы в Чувашии создаем сегодня центр по испытанию вторичного оборудования, где именно собрались основные производители этого оборудования. Отличительной чертой Релафэкспо и других подобных форумов специалисты считают сочетание выставки и научно-практической конференции с рабочими совещаниями и круглыми столами. Организаторы Релафэкспо-2015 отмечают количество заявок, но участие в форуме с начала его проведения серьезно выросло. Кроме того, активнее стали участвовать представители среднего и малого бизнеса. Именно на них государство делает ставку в условиях политики импортозамещения. Участниками Релафэкспо-2015 стали порядка 80 компаний. География форума выходит далеко за пределы России. Это Италия, Германия, Франция. Компания «Финдер» – это итальянская компания. Больше 60 лет производит релейную тематику. У нас сделано много специальных продуктов для нашей энергетики с нормальным пациентом срабатывания реле. И многие компании, которые здесь присутствуют на энергетическом рынке, на этом форуме, тоже используют наши реле специально для российской энергетики. В столице Чувавшей представляли 8 компаний. От небольших, к примеру, таких, как научно-производственное предприятие «Динамика» и «ООО» «Комплект Энерго» до флагманов Чувашской электротехнической промышленности, Чубаксарского электроаппаратного завода, ВНИИР и научно-производственных предприятий «Экро» и «Бреслер». В Петербурге, Петербург для нас интересен тем, что там находятся также наши коллеги, отдельные эксплуатирующие организации, которые также используют наше оборудование. Поэтому был смещен в сторону северо-западного региона, для того, чтобы расширить в том числе и свои горизонты, пообщаться с научной школой, там сильнейшая научная школа в Петербурге. И наши технореи, наши научные деятельности, а сегодня они представляют в каждой из организаций примерно от 25 до 30 процентов, они могли пообщаться, наладить общие сотрудничества, общие точки вектора развития, вместе с сетевой компанией, вместе с компанией Россети, с Росгидро, определить приоритеты развития отраслей. Были представители французской, итальянской компании, Белоруссии, это наши конкуренты, и они признают, и мне приятно было слышать, когда, когда Чебоксар, это не только вы считаете, что это центр для строения, и защита автоматизации всех процессов в энергетике, но и мы тоже считаем вас фаворитами в этой теме, и мы прислушаемся и видим, как вы развиваетесь, и поэтому считаем вас серьезными нашими конкурентами, и надеюсь, что мы такие и есть, и отстоим свой рынок. Такое прямое общение разработчиков, производителей и потребителей поможет сориентироваться и понять, чего ждать друг от друга, считают специалисты. А для реализации политики импортозамещения – это, пожалуй, самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!